Всем привет, с вами Кобяков и вы на моем канале. Я очень рад, что некоторые видосы вы оцениваете по достоинству. Это я вижу, исходя из ваших просмотров и, конечно же, лайков. И сегодня мы снимаем вашу любимую рубрику. Что едят в армии разных стран мира? В этот раз мне попало в руки два рациона питания. Британский и казахский. Кстати, ребята, казахский рацион питания мне прислали прямиком из Казахстана. И я очень рад, что мои подписчики пишут нам на почту и предлагают привезти всякие вкусняшки, всякие продукты. Это очень круто. Обязательно досматривайте этот выпуск до конца. Он должен получиться максимально вкусным. И также, ребята, перед тем, как мы начнем этот ролик, мне тут нашептали, что все красавчики, перед тем, как начать смотреть видео, ставят лайк. Так что давай, если хочешь быть красавчиком, спускайся под этот ролик и нажимай на кнопочку лайка. Ну а мы начинаем. Погнали. Па-бам! Вот такие вот рационы питания. Это британские, это казахские. Как вы помните, в первом раунде мы оцениваем качество упаковки. Ну, в целом здесь сказать особо нечего, потому что и в этом, и в этом рационе питания упаковка почти одинаковая. Единственное, чем она отличается, это цветом. Это пластиковые пакеты. Как вы помните, их очень неудобно открывать, и чтобы это сделать, необходимо иметь при себе нож. Это, в принципе, минус всех индивидуальных рационов питания, и в каждой стране случаются такие проблемки. Но так как нам необходимо все-таки оценить и дать бал в этом раунде какой-то из стран, я свое предпочтение отдам Казахстану. Потому что, смотрите, завтрак, обед и ужин разделены. То есть вы отдельно можете отрезать себе ужин, вот так, и взять с собой на поле боя. Казахский рацион питания в первом раунде по качеству упаковки мне пока что импонирует больше. Так что с уверенностью в этом раунде отдаю бал Казахстану, у Британии пока что ноль. Дальше будем распаковывать, смотреть, что там внутри, конечно же, пробовать. Ну и оценим, что из этого вкуснее и лучше, что вы можете взять с собой в пикник. Итак, счет 1-0. Переходим ко второму раунду, к распаковке. Погнали! Распаковываем британский рацион питания. Вот столько у них продуктов. Даже салфетки положили. Все, пакет пустой, отправляем его на мусорку. Теперь казахский. Завтрак. Давай! О, еще один пакет, тщательная защита. Теперь обед. Кстати, казахский рацион питания открывается гораздо легче, чем все любые другие, которые мы обозревали. Обед и ужин. Та-дам! Пакеты в мусорку. Ну а что, потом выкину. Мне пока что тут нужно выпуск снимать. Кстати, ребята, перед тем, как вот начнем все это пробовать, у меня к вам есть ответственная просьба. В частности, к вам, пацаны. Все пацаны, которые смотрят этот выпуск, должны подписаться на этот канал. Потому что мы распаковываем армейское питание. А армия это что? Это мужики. Девочки, понятно, их там интересует готовка, всякое такое. А пацанов должна интересовать там войнушка, армия, распаковка вот этого питания. А вы, пацаны, не подписывайтесь и просто наблюдайте со стороны. Так что давайте, все парни, которые смотрят это видео и не подписаны на канал, спуститесь под этот ролик и проверьте свою кнопочку подписаться. Если она горит красным цветом, то обязательно нажимайте на нее, чтобы стать настоящими мужиками. Итак, мы приступаем ко второму раунду. Здесь мы будем оценивать, сколько блюд и предметов вместилось в рацион питания. То есть оценивать его масштабы. И предлагаю начать с британского. Итак, приступаем по счету. Блюдо, раз. Оно какое-то жидкое там. Блюдо, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Интересненько. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать салфеточки. Ну и всякая мелочевка, восемнадцать. Кстати, прикольно, смотрите, здесь есть лайк-элот, лайк-дизлайк. И комментарий. Можно попробовать все блюда, а потом дать отзыв, какое из блюд понравилось больше всего. Дальше вы отдаете этот листик своему боссу. Кстати, здесь есть вот еще анкета. И затем руководство армии принимает решение, кормить вас точно так же или что-то улучшать. Или, возможно, ухудшать, если вы слишком довольны. Короче, прикольная фишка, что солдат дает фидбэк по своему питанию. Переходим к казахскому питанию. Но, ребята, перед тем, как мы откроем эти пакеты, их аж три штуки. Значит, продуктов должно быть много. Как я люблю. Я хочу пойти на улицу и насладиться последними теплыми денечками. Потому что лето закончилось. Уже осень. Бабье лето, там, вот эти вот погодные изменения в сентябре тоже заканчиваются. И совсем скоро начнется холод. Придется одевать пуховики и там все остальное. Ой, как я не люблю зиму. Ладно, пойдемте на улицу, прогуляемся, а потом вернемся и будем это открывать. Ребята, иду и вспоминаю, как раньше мы бегали с утра до вечера во дворе и боялись зайти домой за водой. Потому что мама загонит. Для всех, кто, как и я, скучает по этому времени, Мегафон запустили атмосферную игру. Панельки нашего двора. В ней все очень просто. Прямо как в детстве. Нужно строить здание из блоков и получать за это призы. Игра выполнена в приятной ретро-восьмибитной графике. Ох, помню, как я играл раньше в такие игры на приставке. Вы только представьте, игра не только помогает вернуться в детство, но и дает возможность выиграть. Колонку JBL, смарт-браслет, проектор для просмотра кино и даже квадрокоптер. Скорее заходите в мобильное приложение Мегафона, играйте и забирайте. Ссылку на скачивание я оставлю в описании. Ух. Ой, кайф, конечно, на улице. Ну а мы приступаем к распаковке казахского сухпайка. Открываем пакет под номером 1. Сразу считаем. 1, 2, 3, 4, 5 и сахар 6. Второй пакет. 7, 8, 9, 10 и сахар не считаем. 10. Третий пакет. 11, 12, 13, 14 и опять сахар. Сахар не считаем. 14. Ну, как-то скромненько. Но Казахстан сразу реабилитировался. Те люди, которые мне прислали этот набор, кстати, вам еще раз спасибо, сразу сказали мне, что казахского рациона питания солдату на день не хватает. Поэтому прислали мне еще ништячки. Сейчас покажу. Опа. Вот такие вот консервы. Они мне объяснили, что это их фирменное блюдо. Это тушеная конина. Тушенка из коня. Именно благодаря таким баночкам казахский солдат наедается и удовлетворительно чувствует себя в боевых условиях. Получается 15, 16 и 17. Но, ребята, все равно интересная ситуация. Здесь у нас 17 блюд и предметов. А здесь у нас 18 блюд и предметов. Но при этом вот в этом вот пакете куча всякой мелочевки. Поэтому в этом раунде по количеству всяких ништяков, предметов и продуктов выигрывает британский рацион питания. И получает свой первый заветный балл. Итак, у нас счет 1-1. Предлагаю переходить к дегустации. Погнали. Мой любимый раунд. Потому что здесь я буду кушать. Кстати, ребята, если вы тоже любите покушать точно так же, как я, ставьте лайк. Начнем с британского рациона питания. Я уже здесь все перевел и уже примерно знаю, что хочу попробовать, а что пробовать категорически не хочу. Что удивило меня в этом рационе питания? Здесь есть вот такой вот соус. Непонятно, почему здесь нарисована собака, но это острый соус. Я острое ненавижу. Отсюда разит огнем. Начинаем пробовать. Для начала предлагаю сделать напиток. Меня привлек вот этот напиток, потому что он со вкусом колы. И мы сегодня будем все запивать. Так, нужны стаканчики и вода. Сейчас вернусь. Па-ба-бам! Возвращаемся. Вот такой вот позитивный у нас стаканчик. Открываем напиток. Пахнет как юпи с колой. И засыпаем. Все сыпать не будем. Мне кажется, этого пакета хватит на литров пять. Также хочу обратить ваше внимание вот на эту уникальную ложку. Это ложка-вилка. Ну, и ее еще можно использовать как мешалку. Размешиваем. Ну, пробуем. Супер сладкая кола без газа. Вот такая вот характеристика этому напитку. Но этот напиток будет служить нам за пивоном. Теперь начнем со снеков. Для начала давайте попробуем орешки. Интересный набор. Это миндальный орех и арахис. Я думаю, здесь все будет стандартно. Стандартно вкусно. Я орехи обожаю. Что могу сказать про орешки? Орешки достойные. Кстати, очень важно, чтобы орехи сохраняли свой внешний вид и вкус. Потому что орехи это очень питательно. А если неправильно их хранить, то они начинают сыреть и становятся невкусными. Здесь с орешками все в порядке. Кстати, этот набор был произведен в 2019 году в январе. То есть этому набору почти три года. И вот за три года орешки сохранились отлично. Двигаемся дальше. Теперь у нас зерновой батончик. Ну, прикинем, что у нас завтрак. Он что, в шоколаде? Надеюсь, что это шоколад, а не что-нибудь противное. Пробуем. Реально очень вкусно. Он мягкий. Это огромный плюс. Шоколадный. И я уверен, очень питательный за счет того, что он зерновой. Хорошо живут, я смотрю, в Британии. Окей, допустим, мы позавтракали. Переходим к обеду. Для начала предлагаю попробовать куриный суп в тайском стиле. Так, открываем. Нужно было немного проветрить перед тем, как нюхать. Пахнет, конечно, не очень. Также в этих двух наборах хочу отметить, что ни в британском, ни в казахском нету средств подогрева. Кроме спичек. Но спичками же не подогреешь суп. Поэтому вопросики. Вот так это выглядит. Почему-то все блюда, которые едят в армии, выглядят не очень. Даже если они безумно вкусные. Пробуем. Надеюсь, это не остро. Надо запить. Я не знаю, почему это называется суп. Скорее, это похоже на рис с мясом. Это очень остро, но при этом очень вкусно. Так что ставлю этому супу а-ля рису с мясом лайк. Поели первое, нужно приступить к второму. Мне понравилось название мясные палочки и рис. Это должно быть что-то а-ля стрипсов или наггетсов. Давайте распакуем и попробуем. Прикольно, что выглядит примерно как суп. Так, перемешаем. Вижу кусочки кукурузы и горошка. Вот так выглядит. Пробуем. Сейчас попробуем откопать мясо. Смотрите, какой большой кусок мяса. Пробуем ее. Слегка суховато, но вкусно. По сравнению с супом, конечно, я бы отдал меньше баллов этому блюду. Но в целом пока что мне все нравится. Итак, мы пообедали. Нужно приступать к ужину. На ужин у нас будут галеты. Имбирный пудинг с имбирным соусом. Булочка с кленовым сиропом. И фрукты. А также на галеты мы намажем арахисовое масло. Короче, вот это вот все мы попробуем. Начнем с имбирного пудинга. Кстати, имбирь же тоже острый. Почему они все так любят острое? Выглядит, конечно, так себе. Похоже на детское питание. Пробуем. Очень, очень, очень вкусно. Двигаем дальше. Булочка с кленовым сиропом. О, выглядит как булочка в школьном буфете. И я прям вижу, как вытекает кленовый сироп. Мне очень нравится этот выпуск. Погнали. Ну, очень сухо. Если нечего жрать, то в принципе можно ее съесть. Булочка меня очень сильно расстроила. Распаковываем галеты. В принципе, они выглядят везде одинаково. И арахисовое масло. Намазываем и пробуем. Пробуем. Нет, без запить не могу разжевать просто. После булочки сухие галеты и арахисовое масло никогда не ешьте. Надеюсь, фрукты это исправят. У нас фруктовая смесь в ананасовом сиропе. О, как много сока. Как много сока. Ну, пока что вижу только ананас. Пробуем. Забираю свои слова обратно. Это не ананас, это персик. Там есть у нас также абрикос. Ну и все. Персик и абрикос в ананасовом сиропе. Очень вкусно, очень сладко. Среди ингредиентов также написано, что есть папайя. Но папайя я не нашел. Хотя, возможно, абрикос это и было папайя. Короче, мы попробовали британский рацион питания. Я его оценил и готов перейти к казахскому рациону питания. Здесь все поскромнее, поэтому это будет побыстрее, мне кажется. Особо здесь изысками кулинарии не балуют. Кстати, здесь нету ложки, вилки. Вообще ничего нету, поэтому буду использовать британскую ложку. Так, водичка сразу для напитка. Где тут напиток? Подождите. Здесь что, нету холодного напитка? Я в ступоре. Ладно, будем заваривать кофе. Может быть, я забыл, как выглядит кофе, но кофе, по-моему, так не выглядит. Так, засыпаем, перемешиваем. Мне тут подсказали, что у нас холодная вода, но вы же не положили здесь нагревательные приборы. На поле битвы просто так горячей воды не появится, поэтому приходится в холодной заваривать. Ну, кофе очень слабо растворяется, поставим, пускай постоит пока что. На завтрак у нас перловая каша с говядиной. Что у нас на обед? На обед у нас гречневая каша с говядиной. Что у нас на ужин? Плов с говядиной. И что у нас на второй ужин? Говядина. Мне кажется, кроме говядины у них ничего нету. Хотя нет, конина тоже есть. Ладно, все эти блюда отличаются лишь гарниром. Давайте пробовать. Открываем завтрак. Перловая каша с говядиной. Выглядит вот так. По твердости напоминает кавень. Чуть-чуть зачерпнули. Пробуем. По ощущениям, похоже на песок. Не знаю, спасет ли это блюдо, если его подогреть, но я думаю, вряд ли. Очень сухо, но, наверное, питательно. Обед. Гречневая каша с говядиной. Выглядит вот так. Заметили, что картинка почти не изменилась? Выглядит точно так же, как и предыдущая. По твердости напоминает цемент. Пробуем. Мне кажется, солдаты Казахстана выпивают всю воду из рек и из озер, потому что все настолько сухое, что даже слюна не помогает. Плов с говядиной. Ужин. Выглядит вот так. Мне кажется, во всех этих банках единственное отличие это цвет. Вот как? Как это есть? Пробуем. Может быть, кофе уже растворилось и можно запить, потому что это просто сухо. Сухо, как песок. Я понял, зачем они кладут вот столько сахара. Потому что кофе горький настолько, что аж скулы сводит. Дадим шанс просто тушеной говядине. Ну, сегодня, походу, без говядины. Ладно, тогда давайте откроем вот эту консерву. Это у нас тушеная конина. Ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Откуда там столько масла? Так. Офигеть, как это вкусно. Огромные куски мяса. Теперь я понимаю, почему солдаты питаются такими консервами. Вот это достойно лайка. Также, ребята, в казахском рационе питания есть вот такая вот баночка, где написано икра кабачковая. Я бы с удовольствием попробовал кабачковую икру, потому что я её обожаю. Но, смотрите, здесь нету открывашки. Как открыть, непонятно. Только ножом, либо открывашкой ручной. Поэтому попробую это дома. Так, есть также яблочное повидло и галеты. Попробуем совместить этих два продукта. Так, галеты раскрошились, пока ехали. Но вот кусочек мы смогли достать. Не пахнет ничем. Открываем повидло. Намазываем на галету. За вас, подписчики. А в галету чуть зубы не сломал. Даём второй шанс кофе. Короче, всё понятно. Убираем это подальше. Мы попробовали казахский и британский рацион питания. Я думаю, вы всё видели сами. Убедились через экран, что из этого лучше. На данный момент счёт 1-1. И в самом ответственном раунде, где мы пробовали все блюда, я отдаю целых 2 балла британскому рациону питанию. Потому что это очень вкусно. Это очень сытно. И это очень модно. Британский рацион питания 3 балла. Казахский рацион питания 1. Поэтому по итогам сегодняшнего ролика Британия одерживает победу. Также, ребята, кто досмотрел этот ролик до конца, я попрошу вас написать в комментариях, что я досмотрел этот ролик до конца. А также написать, из какой страны ещё нам привезти армейское питание. Мы обязательно его найдём и попробуем. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Если это так, то скорее ставьте лайк. Ну а с вами был Кобяков. И мы увидимся в новых выпусках. До новых встреч. Пока-пока.